Есть проблемы с производством мяса и птицы, а вот с овощами всё хорошо. Именно таков промежуточный итог сбора урожая по данным вице-губернатора Гусева. Осень пока радует. Не то, что прошлогоднее, когда большую часть урожая затопило. Сейчас вот установилась вообще прекрасная погода, так называемая бабье лето. Значит, женщин не так много, наверное, в этом году нагрешили, что такая прекрасная погода. Она как бы обещает быть до конца этой недели таковой. Я думаю, что мы должны, по крайней мере, зерновые культуры все убрать. Где-то планируем на 180 тысяч тонн зерна выйти. Неплохой показатель. Но вот смогут ли наши сельхозпроизводители накормить всю область? Тем более, что месяц уже действуют санкции на ввоз ряда продуктов из Европы и США. Возможности роста есть, говорят хозяйственники. Но... Быстро собственным производством исправить и закрыть 20-30 потребностей России, конечно, не получится. Но это можно сделать за 2-3 года. Есть и еще кое-какие неприятности в связи с санкциями. Внутренняя конкуренция возрастает. А значит, возрастает и вероятность ценового сговора. И дело не в производителях, которые как продавали свою продукцию оптом по одной цене, так и продолжают продавать. А в перекупщиках. То, что колебания в магазинах везде сопоставимы. Ну, это надо смотреть и контролировать ситуацию. Я вам сказал, что есть отдельные рыбаки. Не исключено. Почему поставлен вопрос жестко, с учета применения этих санкций. Установить жесткий мониторик и контроль за цен. Нерегулирование цен. Люди разные есть. И совесть у некоторых растет из другого места. В долгоидущих планах Белого дома организовать единые логистические центры. Куда бы с полей продукт свозился. А там бы уже решали, в какие города и весе его продавать. Кстати, реализовывать товары будут не только в сетевых магазинах. Продолжатся и сезонные ярмарки. Да и о рынках забывать не нужно. С ними, кстати, как заметил Вячеслав Гусев, не все так хорошо. Нормы СанПИНа не везде соблюдаются. На Чайковского закрыли по санитарным действительно и ветеринарным правилам абсолютно правильно. Потому что там был бардак в этом отношении. Сейчас его привели в порядок. Весь рынок на Чайковского, конечно, не закрыли. Речь идет только о мясном и рыбном отделах. Правда, они пока работают. Решение суда в силу еще не вступило. На время приостановления мы даже не сможем сюда зайти, для того, чтобы продолжить ремонт. Я лично, да не только я, никто не понимает цельсообразности такого постановления. Странно и то, рассказывает замдиректора рынка, на каких основаниях суд такое постановление вынес. Проверка проводилась месяц назад и нагрянули в рыбный и мясной отдел аккурат во время ремонта. Естественно, что недостатки нашлись. Проверяющие были настолько строги, что даже потребовали заменить асфальт на территории подвоза товара, которая, по сути дела, для покупателя не так важна. Тем не менее, руководство предписание выполнило. Асфальт здесь новый. Когда ремонт закончили, то все нарушения были устранены. Появились новые кондиционеры и раковины. Поэтому зачем закрывать два дела рынка, руководство не понимает. Своё мнение они направили в областной суд в качестве апелляции. Алексей Соков, Артём Горчаков, Шестой канал.